Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать о 90 удивительных природных явлениях, в которые трудно поверить. Надеюсь его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты, на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Природа лучший художник, это давно всем известно. Но помимо потрясающих красивых и необычных растений и животных, она создала еще и массу природных явлений, при виде которых просто дух захватывает. Причем некоторые из них можно наблюдать только в определенном месте, или к примеру раз в год. А поскольку большинство из нас при всем желании, не может побывать во всех уголках планеты, и увидеть все своими глазами, то мы подготовили подборку, самых удивительных природных явлений на Земле. Еще раз подчеркнем, ко всем этим чудесам человек не имеет никакого отношения, то есть они возникли не в результате человеческой деятельности, поэтому они и называются естественными. 1. Световые столбы. Это невероятное явление происходит, когда кристаллы льда зависают в воздухе из-за экстремальных холодов. Затем они вступают в реакцию с каждым источником света вокруг, и создается этот потрясающий вид. Солнечный столб, или столбы, визуальный оптический эффект, который образует в небе вертикальную полоску света, тянущуюся вверх от Солнца. Часто такие световые столбы можно увидеть и от фонарных столбов. Явление образуется из-за плоских шестиугольных кристаллов льда, находящихся в воздухе. Они преломляют солнечные лучи, что и приводит к появлению столбов света. Чаще всего они образуются высоко в перистых и в перистослоистых облаках. Но бывают и в более низких слоях атмосферы. Чаще всего их можно видеть на восходе или закате. 2. Лентикулярные облака. Лензовидные облака поражают воображение повсюду, но особенно когда они нависают над кратером вулкана Майон на Филиппинах. Говорят, что лентикулярные, или другими словами лензовидные, облака ошибочно принимают за НЛО, потому что многие из них имеют форму летающей тарелки. Обычно они не образуются над низменной или плоской местностью, поэтому многие люди, возможно никогда не видели их раньше и не знают, что они могут существовать. Это один из видов двояковыпуклой облачности, и довольно редкий. На фото яркий пример того, как они выглядят в реальности. Не правда ли, похоже на фотомонтаж. Но на самом деле это реальный снимок. Лентикулярные, лензовидные, облака довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн, или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Облака такой формы обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров. В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому эти облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе как приклеенные. Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов. На Земле лентикулярные облака могут приводить к очень сильному, порывистому ветру в ограниченном районе, тогда как рядом может быть и тихо. Неудивительно, что пилоты самолетов стараются избегать полетов вблизи них из-за турбулентности. 3. Полосатые айсберги, Антарктида. Когда вы думаете об Антарктиде, на ум обычно приходят белые айсберги. Вероятно последнее, что вы ожидаете, это разноцветные айсберги с синими, зелеными, желтыми и даже коричневыми полосами и тем не менее, это именно то, что вы можете увидеть в некоторых частях Антарктики. Различные цвета могут образовываться в различных условиях, но вообще говоря они появляются из-за того, что некоторые слои льда формируются в особых условиях. Например, наиболее распространены синие полосы, они появляются, когда щели заполняются водой и замерзают так быстро, что пузырьков не образуется. Условия меняются, и часть льда откладывается нормально, а в других случаях он откладывается без пузырей, создавая чередование. Зеленый появляется потому, что замерзающая вода чрезвычайно богата водорослями, отсюда и цвет. Коричневые, желтые и даже черные полосы вызваны отложениями, собранными по пути, когда ледяной щит скользил вниз по склону. Однако независимо от цвета лед откладывается по-разному. Иногда есть один цвет и одна полоса, иногда есть несколько цветных полос. 4. Лунная радуга. Да-да, в небе бывает и такое. В отличие от солнечных, лунные радуги менее яркие. Возникает она всегда на противоположной стороне от спутника Земли. Кстати, из-за особенностей нашего с вами, восприятие цветов в темное время суток, на лунной радуге очень тяжело разглядеть цвета, и поэтому мы обычно видим ее как дугу белого цвета. Но если сделать ее фотоснимок на длинной экспозиции, на фотографии будут видны различимые привычные цвета радуги. Это явление гораздо проще увидеть в фэнтезийном квесте, чем наяву. Требуется множество факторов. Полная луна должна находиться невысоко, небо при этом должно быть темным, а напротив светила должен располагаться мощный водопад или идти дождь. И все равно лунную радугу вы увидите полностью белый. Дело в том, что даже при самых лучших условиях ее яркость крайне мала, и физиология человека позволяет увидеть только белую радугу. Тут на помощь может прийти современная камера, которая снимает на длинной выдержке. Экспозиция в 15-30 секунд позволит сенсору собрать достаточно света, и радугу можно будет рассмотреть уже цветной, но только на фотографии. 5. Радужный эвкалипт. Когда смотришь на них, кажется, что они разукрашены кистью художника. Вероятно, единственная причина, по которой эти деревья существуют, это быть живыми произведениями искусства. Радужный эвкалипт это вечно зеленое дерево, с копьевидными серебристо-зелеными листьями и гроздьями крошечных белых цветов. Обычно достигает высоты 60-75 метров и имеет ствол до 2,4 метра в диаметре. Самой потрясающей особенностью является ствол, на котором растет радужная кора зеленого, синего, оранжевого, красного и фиолетового оттенков. По мере роста кора отслаивается полосами, открывая новые цвета и узоры, и ее красота постоянно меняется. 6. Кристаллы висмута. Висмут имеет низкую температуру плавления, 271 градус Цельсия. Когда он затвердевает, то расширяется, образуя кристаллы. Искусственно выращенные кристаллы висмута образуют структуру винтовой лестницы. Такая форма обусловлена более высокой скоростью роста по краям по сравнению с внутренней частью. Металл висмута, представляет собой белосеребристый металл с красновато-розоватым оттенком. Однако при окислении кристаллы висмута, приобретают завораживающий радужный цвет. Все цвета радуги, возникают из-за разной толщины оксидного слоя, образующегося на поверхности кристалла, в результате чего световые волны с разной длиной волны, интерферируют друг с другом. 7. Лунное гало. Гало Луны, или лунный ореол – это оптическая иллюзия, из-за которой Луну окружает большое яркое кольцо. Этот поразительный и часто красивый ореол вокруг Луны вызван преломлением лунного света кристаллами льда в верхних слоях атмосферы. По сути эти подвешенные или падающие кусочки льда означают, что атмосфера превращается в гигантскую линзу, вызывающую появление дуг и ореолов вокруг Луны или Солнца в зависимости от того, происходит ли эффект ночью или днем соответственно. Эффект настолько поразителен, что породил множество фольклора и суеверий, и не совсем безуспешно использовался для предсказания наступления непогоды. Похоже на огромный глаз, правда? 8. Пещеры Светлячков, Новая Зеландия. Большинство из этих пещер находятся в Австралии и Новой Зеландии, хотя есть также подобная пещера в Алабаме. Наиболее известными являются пещеры Вайтома, в Новой Зеландии, образовавшиеся более 30 миллионов лет назад. 9. Северное сияние. Хотя северное сияние может показаться чистой магией, на самом деле оно появляется, когда электрически заряженные солнечные частицы вступают в реакцию с атомами в верхних слоях атмосферы. Ожидайте увидеть его морозной ночью. А теперь немного поподробнее о природе возникновения этого явления. В любой момент Солнце выбрасывает заряженные частицы из своей короны или верхних слоев атмосферы, создавая то, что называется солнечным ветром. Когда этот ветер сталкивается с ионосферой Земли или верхними слоями атмосферы, рождается полярное сияние. В северном полушарии это явление называется северным сиянием, а в южном полушарии южным сиянием. Эти частицы отклоняются к полюсам Земли, магнитным полям нашей планеты и взаимодействуют с нашей атмосферой, выделяя энергию и заставляя атмосферу флоресцировать. Яркие цвета северного сияния обусловлены химическим составом атмосферы Земли. 10. Зеркало неба, Боливия. Это Саларди Уюни самая большая соляная равнина в мире. Виды там довольно сюрреалистичные. Саларди Уюни часто называют зеркалом неба. Она настолько бескрайняя и ярко-белая, что американский астронавт Нил Армстронг, как говорят, принял ее за огромный ледник, видимо из космоса. Общая площадь 10 582 квадратных километра делает его самым большим солончаком в мире. В определенные сезоны тонкий слой воды превращает равнины в ослепительное отражение неба. Кроме того, он также содержит 50-70% известных мировых запасов лития. Если вы захотите когда-нибудь побывать там, будьте готовы к высотной болезни, так как зеркало неба находится на высоте более 3600 метров над уровнем моря. А если планируете остаться на некоторое время, необходимо много теплой одежды и спальный мешок, потому что ночью температура резко падает. 11. Грязные грозы Сакурадзимы, Япония. Грязная гроза редкая и внушающая страх явления, вызванная мощными извержениями вулканов. Удары молнии вылетают из извергающегося вулкана в грязной грозе, что делает это зрелище одним из самых ужасающих, но захватывающих дух. За последние два века было зарегистрировано более 200 случаев вулканических молний, но ученые до сих пор не до конца поняли динамику этого уникального явления. В последние годы сообщалось о случаях вулканической активности над многими вулканами по всему миру, такими как вулкан Августин на Аляске, вулканы Ифьетло-Якудль в Исландии и вулкан Таал на Филиппинах. Однако в пепловом шлейфе вулкана Сакурадзима, в Японии одного из самых активных вулканов мира, вулканические молнии случаются чаще, чем на любом другом вулкане. 12. Розы пустыни. Несмотря на свое название, пустынная роза — это не роза, а похожее на розу гипсовое минеральное образование. Их можно наблюдать в засушливых песчаных районах, которые периодически затапливаются. В них сочетаются песок, соль и кристаллы гипса. Эти кристаллы образуются при испарении воды, и они часто имеют форму призмы, которая вырастает до 1 метра. На кристаллы влияет эрозия, соль, песок и другие элементы в пустыне, которые придают им форму лепестка. Более крупные кристаллы, как правило, содержат больше соли. Пустынные розы часто появляются гроздьями, что делает их похожими на букет цветов. 13. Огненная радуга округлогоризонтальной формы. Когда солнечный или лунный свет преломляется, кристаллами воздушного льда образуются ледяные ореолы, имитирующие огненные радуги. Это явление официально называют окологоризонтальной дугой. Вы, наверное, уже догадались, что это еще один вид небесного гало, которое вызвано преломлением солнечного света, кристаллами льда в перистых облаках, когда лучи света проходят через маленькие льдинки, под определенным углом. Так и получается оптический эффект, напоминающий радугу. Это оптический эффект в атмосфере, который заключается в появлении радуги, не в самом привычном ее виде, на фоне легких перистых облаков. Явление очень редкое, ведь для его возникновения должно соблюдаться сразу несколько условий. Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом, в небе должна быть парочка перистых облаков, а плоские кристаллы льда в облаках должны располагаться исключительно горизонтально. Кстати, многие из фотографий с этим необычным природным явлением становятся вирусными в интернете, потому что оно очень и очень редкое. 14. Замороженные ледяные пузырьки, Канада. Пузырьки метана образуются в водоемах, когда мертвые органические вещества, растения и животные, попадают в воду и опускаются на дно, а живущие там бактерии питаются ими. После их растворения выделяется газ метан, который поднимается к поверхности в виде пузырьков, но превращается в плавающие белые пузырьки, при вступлении в контакт с замерзшей водой и кристаллами льда. Пузырьки метана полностью лопаются летом, когда достигают поверхности, и метан выбрасывается в атмосферу, но зимой, когда озеро замерзает, лед задерживает пузырьки по мере их приближения к поверхности. Метан вырабатывается в тысячах озер по всей Арктике, и как бы впечатляюще это ни выглядело, это чревато будущими экологическими проблемами, поскольку по мере повышения температуры во всем мире, происходит таяние вечной мерзлоты, что позволяет замороженному органическому веществу оттаивать еще больше. Это увеличивает выброс метана в атмосферу Земли, что вызывает беспокойство у ученых-климатологов. Дело в том, что метан является мощным парниковым газом, и он примерно в 25 раз эффективнее улавливает тепло, чем углекислый газ, следовательно увеличение его содержания приведет к более высоким уровням глобального потепления. 15. Озеро Хилиер, Австралия. Из уроков географии мы знаем, что водоемы отмечены на карте синим цветом. Но природа любит чудить, как в случае с озером Хилиер в Западной Австралии. Имея всего 600 метров в длину, оно не впечатлит вас ни своими размерами, ни разнообразием рыб, населяющих его, но зато поразит своим розовым цветом. Причина его уникального цвета до сих пор остается темой, которая до конца не изучена учеными, хотя большинство подозревает, что это связано с присутствием микроводорослей Дунали Лосалина. Розовый цвет озера менее выражен, при взгляде с поверхности, но очень заметен сверху. Однако в отличие от других розовых озер, по всему миру, его вода по-прежнему ярко-розовая, даже когда она находится в стакане. 16. Мраморные пещеры, Чили. Эти невероятные пещеры формировались около 6000 лет, и именно волны передали им эти захватывающие дух формы. Они полностью из мрамора, и, как полагают, были построены водами озера. Одна из самых удивительных особенностей мраморных пещер – их способность менять цвет в зависимости от времени года. Эти изменения цвета также зависят от того, насколько высоко или низко вода, потому что цвета мрамора отражаются от воды. Посетители, которые приезжают весной, заметят более мягкие или темно-синие оттенки по сравнению с тем, когда тают ледники, а цвета варьируются от кобальтово-синего до белого и розового. Чилийские эксперты по путешествиям советуют, что лучшее время для посещения мраморных пещер – с ноября по февраль, потому что тающий лед придает первозданной воде чарующий бирюзовый цвет. 17. Разноцветные горы в геопарке Джан и Даньсе, Китай. Красочный пейзаж – результат многолетних отложений песчаника и других полезных ископаемых, которые формировались здесь на протяжении 24 миллионов лет. А ветер и дождь лишь придали скалам удивительные формы, образуя естественные столбы, башни, ущелья и долины различных цветов, узоров и размеров. Из-за своей уникальности рельеф Даньсе с 2010 года внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 18. Песчаные волны, Аризона. Волны представляют собой пересекающиеся участки песчаника, превратившиеся в скалы, которые раньше были дюнами в Аризоне. Их возраст превышает 190 миллионов лет. Дюны растут вертикально и горизонтально. Со временем умеренная эрозия, вызванная ветром и дождем, придает им волнообразный вид. Многие описывают прогулку по дюнам, как очень странный опыт, сюрреалистический и вызывающий головокружение, или в некоторых случаях, описываемый как сон о ходьбе, вызванный запрещенными веществами. Несмотря на то, что камни затвердели, они все еще подвержены повреждениям. Только 20 посетителей в день могут ходить по ущелью, и для этого требуется разрешение. Они выдаются через онлайн-лотереи и личные лотереи. 19. Большая голубая дыра, Белиз. Этот гигантский морской провал у берегов Белиза, образовался во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже. Отверстие имеет круглую форму, 318 метров в поперечнике и 124 метра в глубину. Его площадь составляет 70 650 квадратных метров. В 2012 году канал Discovery поставил большую голубую дыру, на первое место в своем списке, 10 самых удивительных мест на Земле. Неудивительно, что дыра привлекает аквалангистов со всего мира. 20. Голубой вулкан, Индонезия. Хотя это кажется совершенно потусторонним, вулкан Кава Хиджин абсолютно реален. Он приобретает такой цвет, из-за большого количества сернистого газа он мерцает синим, при контакте с воздухом при температуре выше 360 градусов Цельсия. На самом деле это голубое свечение, не характерное для вулкана, это не сама лава. Лава расплавленная горная порода, выходящая из-под земли при сверхвысоких температурах, по цвету не сильно отличается от лавы других вулканов, которые немного различаются по своему минеральному составу, но имеют ярко-красный или оранжевый цвет в их расплавленном состоянии. Но в Кава Хиджин вместе с лавой при высоких давлениях и температурах, иногда превышающих 600 градусов Цельсия, выделяется чрезвычайно большое количество сернистых газов. Под воздействием кислорода, присутствующего в воздухе и воспламененной лавы сера легко горит, и ее пламя становится ярко-голубым. Там так много серы, что временами она стекает по скале, когда горит, создавая впечатление, будто голубая лава стекает по склону горы. Но поскольку синее только пламя, а не сама лава, эффект виден лишь ночью. Днем вулкан выглядит примерно так же, как и любой другой. 21. Дорога гигантов, Ирландия. Хотя эти валуны кажутся рукотворным творением, на самом деле это творение природы. Дорога гигантов представляет собой скопление, около 40 тысяч взаимосвязанных базальтовых колонн, образовавшихся в результате извержения древней вулканической трещины. Вершины колонн образуют ступени, которые ведут от подножия скалы и исчезают под водой. Большинство колонн шестиугольные, хотя некоторые имеют 4, 5, 7 или 8 сторон. Самые высокие из них высотой около 12 метров, а толщина застывшей лавы в скалах местами составляет 28 метров. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей в Северной Ирландии. 22. Синод Анжелита, подводная река, Мексика. Синод Анжелита, заполненная водой пещера, находится на мексиканском полуострове Юкатан. Когда пресная поверхностная вода встречается с открытыми солеными грунтовыми водами, образуется подводная река. Разные уровни плотности в двух водоемах заставляют их расслаиваться. Результатом является захватывающий дух слияние двух мест обитания. Посещение этой пещеры непростая задача. Первые 20 метров она наполнена прозрачной водой, а затем становится все более мутной. Погружение в пещеру происходит на глубине до 55 метров под поверхностью, поэтому оно считается подходящим только для очень опытных дайверов. 23. Вымеобразные облака. Эта волшебная облачная структура представляет собой удивительное зрелище, которое обычно можно наблюдать после торнадо. Вымеобразные облака, их также называют маматусы, что означает грудное облако из-за как бы мешочков, свисающих под основанием облака, имеют специфическую ячейстую форму. Ячейки обычно размерами около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывают и с размытыми краями. Их цвет как правило серо-голубой, как и у основного облака, но из-за попадания прямых лучей солнца, они могут казаться золотистыми или красноватыми. Редкие ячеистые облака, как и кучевые, являются предвестниками дождя, снега, града, ветра или урагана. Такая форма образуется из-за большого скопления капель воды, которые и формируют характерные дополнительные карманы. Вымеобразные облака появляются, обычно вместе с большими кучево-дождевыми. Более редко данный вид облачности наблюдается и с другими типами облаков, таких как слоисто-кучевые, высокослоистые и высококучевые. 24. Драконного дерева Сокотры, Йемен. Они наверняка помнят динозавров. Этот вечно зеленый вид назван так из-за его темно-красной смолы, известной как кровь дракона. Листья драконьего дерева находятся только на концах самых молодых ветвей. Все листья сбрасываются каждые три или четыре года, прежде чем одновременно появятся новые. Его плоды представляют собой небольшие мясистые ягоды, содержащие от одного до четырех семян. По мере развития они меняют цвет с зеленого на черный, а при созревании становятся оранжевыми. 25. Водопад Вечного Огня. Это не совсем естественно, небольшой водопад в северной части штата Нью-Йорк, недалеко от канадской границы, таит в себе значительный сюрприз огненную струю, высотой 0,2 метра. За водопадом произошла утечка природного газа, который подпитывает пламя. Хотя туристы снова зажигают его, если замечают, что оно погасло, оно достаточно защищено водопадом, чтобы оставаться постоянно горящим. 26. Молнии Кататумба, Венесуэла. Потоки холодного и теплого воздуха объединяются на высоте, более одного километра, над местом слияния реки Кататумба с озером Маракайба, буквально наэлектризовывая это место. Молнии сверкают от 140 до 160 ночей в году, 9 часов в день и со вспышками от 16 до 40 раз в минуту. Молнии Кататумба – природное явление, которое возникает на северо-западе Венесуэлы, где одноименная река впадает в озеро Маракайба. Над местом впадения наблюдается регулярная грозовая активность, молнии в облаках есть почти 200 дней в году, непрерывные грозовые сессии длятся около 10 часов. Именно тут теплые и влажные воздушные массы с Карибского моря встречаются с холодным воздухом, который спускается санд, в результате чего образуются завихрения. Разлагающаяся органика многочисленных болот выделяет в атмосферу, газ метан. Он улучшает электрическую проводимость в облаке, вследствие чего возникает молния. Долгое время данное место служило, ориентиром для мореплавателя его видно с расстояния больше 400 км. Правительство Венесуэлы хочет сделать уникальную локацию, памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что это самый крупный природный генератор озона. 27. Пятнистое озеро, Канада. Это соленое бесточное щелочное озеро. Пятна на нем просто, результат высокой концентрации минералов в воде. Летом большая часть воды в озере испаряется, обнажая разноцветные залежи полезных ископаемых. На озере появляются крупные пятна, окрашенные в зависимости от минерального состава и сезонного количества осадков. 28. Лес ножей, Мадагаскар. Так называемые ножи, или цинги это известняковые скальные образования, сплошь испещренные вертикальными бороздами, с множеством острых углов. Расположенные вдоль западного побережья Мадагаскара, так называемые ножи являются результатом, примерно 200 миллионов лет эрозии, вызванной сильными тропическими дождями. Считается, что грунтовые воды от проливных дождей попали в користые известняки и в конечном итоге образовались пещеры и туннели. Но когда крыши этих туннелей и пещер рухнули, появились гигантские острые шпили. Их острия легко могут проткнуть снаряжение или плод человека, что делает это место недоступным для посещения. Также было подсчитано, что в одном из самых опасных мест на планете находится самая большая система подземных пещер в мире. 29. Цветущая пустыня, Южная Америка. Цветущая пустыня это поистине захватывающий дух зрелища. Каждые несколько лет расцветает более 200 видов растений, образуя эффектный ковер из фиолетовых, розовых и желтых цветов. Многие из видов являются эндемиками этого района, в том числе Ноланас, Уиллис и Анинукас. У этих растений луковицы бездействуют, под землей в течение засушливого периода, и когда наконец приходят зимние дожди, следующей весной, они выходят на поверхность. Это явление обычно следует за Эльнине, теплой фазой погодных условий, в тропических водах Тихого океана, которая вызывает дожди, в прибрежных районах пустыни Атакама. 30. Дыра Фолстрик. Хотя на самом деле, не дыра в небе, она определенно похожа на нее. Дыра Фолстрик образуется, когда температура воды в облаках еще не упала до точки замерзания, из-за образования кристаллов льда. Ее появление может быть вызвано пролетающим самолетом. Происходит это следующим образом. Кристаллы льда, образуются в облаках капель переохлажденной воды, вода ниже 0 градусов Цельсия, но еще не замерзшая. Этим каплям воды нужна крошечная частица, ядро, чтобы замерзнуть или охладиться до температуры, ниже минус 40 градусов Цельсия. Самолет, у которого часто наблюдается значительное снижение давления за законцовками крыла или винта, пробивая этот облачный слой, может привести к очень быстрому расширению и охлаждению воздуха, когда он проходит над крыльями самолета или винтом. Этого изменения температуры может быть достаточно, чтобы заставить переохлажденные капли замерзнуть, и может образоваться полоса кристаллов льда, остающиеся за самолетом. Затем кристаллы льда падают из облачного слоя. Когда кристаллы льда действительно образуются, эффект домино возникает из-за процесса Бержерона, в результате чего капли воды вокруг кристаллов испаряются, в итоге в облаке остается большая, часто круглая или эллиптическая дыра, с полосами кристаллов льда под ней. Из-за их редкости и необычного внешнего вида, дыра Фолстрик ошибочно принималась за неопознанные летающие объекты. 31. Облако Ипомеи, Австралия. Облако Ипомеи очень редкое явление. Оно состоит из одиночной атмосферной волны низкого уровня и связанного с ней облака, которое иногда наблюдается в разных местах по всему миру. Волна часто возникает в виде упорядоченной по амплитуде серии волн, образующих несколько полос катящихся облаков. Длина облака может достигать 1000 км, высота от 1 до 2 км над землей. Часто оно перемещается, со скоростью от 10 до 20 метров в секунду. Иногда бывает только одно облако, иногда до 10 последовательных перекатывающихся облаков. Южная часть залива Карпентария в Северной Австралии – единственное известное место, где можно регулярно наблюдать за ними из-за конфигурации суши и моря, в этом районе. 32. Волун Керакболтин, Норвегия. Волун, известный как Керакболтин, застрял в большой расщелине горы над пропастью, глубиной 984 метра. Ледники в Норвегии попеременно таяли и выходили из берегов, в результате чего Волун оказался там, где сейчас находится. Тем не менее, это место стало любимым маршрутом для искателей приключений. Некоторые, особо рисковые, даже отваживаются спуститься на него, чтобы сфотографироваться. 33. Парусные камни, США. Это на самом деле камни, и они действительно движутся. Движение камней происходит, когда большие тонкие пласты льда раскалываются на солнце. Замерзшие холодными зимними ночами, эти тонкие плавающие ледяные панели приводятся в движение ветром и толкают камни со скоростью до 5 метров в минуту. Многие из самых больших камней оставили после себя следы, длиной до 457 метров, что позволяет предположить, что они действительно проделали долгий путь от своего первоначального местоположения. Плавающие камни наблюдались и изучались с начала 1900-х годов, и было предложено несколько теорий, объясняющих их загадочное движение. В 2014 году ученым впервые удалось запечатлеть движение камней, с помощью цитраферной съемки, которая убедительно свидетельствует о том, что парусные камни являются результатом идеального баланса льда, воды и ветра. А дело вот в чем. Когда в долине смерти случаются редкие зимние ливни, вода скапливается на плоском дне озера и замерзает ночью, образуя большие ледяные щиты вокруг камней. Утром лед тает и раскалывается на пласты. Все, что нужно, чтобы переместить лед по поверхности дна, легкий порыв ветра. Ледяные щиты толкают камни по дну озера, а затем тают, не оставляя на поверхности ничего, кроме следов от камней. Ученые назвали это явление толканием льда. Один из них в шутку описал исследование, как самый скучный эксперимент в жизни. Глыбы движутся только в том случае, когда условия идеальны. Для их движения нужно не слишком много, но и не слишком мало, воды, достаточно сильный ветер и солнце. Возможно туристы уже не раз видели это явление, но просто не понимали его. Действительно трудно заметить, что глыба движется, если глыбы вокруг нее тоже перемещаются, сказал исследователь Джим Норрис. 34. Перламутровые облака. Ледяные полярные стратосферные облака, или перламутровые облака, это редкое природное явление. Они образуются на больших высотах, приблизительно на высоте, от 15 тысяч метров до 25 тысяч метров над поверхностью, в нижних слоях стратосферы. Именно эти большие высоты, позволяют им оставаться освещенными в течение некоторого времени, после захода солнца. Облака также должны быть освещены снизу, чтобы возникла радужность, а это означает, что их можно наблюдать только после захода солнца, когда светило находится на 1,6 градусов ниже горизонта. Перламутровые облака также образуются при очень низких температурах, около минус 78 градусов по Цельсию. Это еще одна из причин, почему это явление в основном наблюдается в арктических регионах, для которых характерны такие низкие температуры. 35. Огни Святого Эльма. Уникальное природное явление, которое впервые заметили и описали моряки. Именно они время от времени наблюдали на мачтах и других вертикальных предметах своих судов, красивые светящиеся шары или кисточки. Конечно, раньше это зрелище воспринималось как чудо и сулило морякам успех, ведь Святой Эльм покровитель мореплавателей. Однако в наше время огни Святого Эльма имеют объяснение. Необычные огни Святого Эльма раньше наблюдали в море, а теперь еще и в небе. Эти источники света появляются вследствие высокого напряжения электрического поля. Соответственно, чаще всего увидеть эти огни можно во время грозы, метели или бури. В наше время эти огни наблюдаются и на обшивке самолетов, которые попали в облако вулканического пепла. Порой это явление способно вывести из строя даже различные электроприборы. 36. Глаз Сахары, Африка. Глаз Сахары – это природное произведение искусства, созданное тысячелетиями извержений и эрозий. Также известный как структура Ришат, он представляет собой геологическое образование в пустыне Сахара, содержащее горные породы, возраст которых составляет не менее 100 миллионов лет, некоторые датируются задолго до появления жизни на Земле. Простирается на 40-километровом участке пустыни в Мавритании. Первоначально геологи считали, что глаз Сахары было ударным кратером, образовавшимся, когда объект из космоса врезался в поверхность. Однако длительные исследования горных пород внутри сооружения показывают, что это не так. Геологи полагают, что формирование глаза началось, когда суперконтинент Пангея начал распадаться. Также геологи полагают, что формирование структуры может быть результатом действия эрозии при поднятии участка земной коры. 37. Река Пяти Цветов, Колумбия. Это не иллюзия, созданная камнями на дне этой реки, это действительно цвет воды. Ханя Кристалис в Колумбийском национальном парке Сирания Делама Карена называют «рекой Пяти Цветов» или «жидкой радугой» из-за множества оттенков, которые можно увидеть под ее прозрачными водами. В зависимости от освещения и погодных условий они бывают ярко-зелеными, желтыми, красными и пурпурными. Иногда река также может казаться ярко-синий, ярко-розовый, оранжевый или темно-бордовый. Хотя это выглядит как волшебство, яркую окраску реке дает водное растение под названием Макарения клавиджера. 38. Черное солнце, Дания. Каждую осень стаи скворцов устраивают своеобразный парад в небе, создавая живописное явление, известное как черное солнце. Его можно наблюдать дважды в год, с середины марта по апрель и с середины сентября по октябрь. В это время тысячи скворцов покидают свои гнезда и собираются в одну большую стаю, особенно в сумерках. Это происходит до того, как птицы решат, где они устроятся на ночлег. Такое необычное явление радует глаз, так как многочисленные стаи, состоящие из более чем 100 тысяч черных птиц, летят, образуя в небе удивительные узоры, и иногда птицы полностью закрывают солнце, когда оно садится за горизонт. Известно, что птицы мигрируют при изменении погоды на холодную в районе, где они гнездятся. Скворцы обычно перемещаются из Южной Европы зимой в Скандинавию на лето и наоборот. Ютландия в Дании, особенно ее юго-западная часть, является популярным местом для этих мигрирующих скворцов. 39. Лава волосы Пеле, Гавайя. Капли лавы от извержений вулканов, могут быть подхвачены ветром и вытянуты в нечто, что по сути представляет собой длинные тонкие стеклянные нити. Эти похожие на волосы пряди, часто известные как волосы Пеле, названные так в честь вулканического божества Пеле, могут достигать 1,8 метра в длину, их толщина всего 1 микрон, 0,001 миллиметра. Поскольку эти нити очень легкие, они могут летать по воздуху, переноситься ветром и скапливаться в низинах. Хотя они хрупкие и ломкие, они также острые. Как крошечные кусочки стекла, они могут застрять в коже человека, и что еще хуже, в глазах. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм от осколков. 40. Кровавый водопад, Антарктида. Одна из самых экстремальных пустынь мира, может быть последним местом, где можно было бы ожидать найти водопад, но в сухой долине Макмерда в Антарктиде водопад медленно выливается из ледника Тейлора в озеро Бонни. И не только сама идея водопада в замерзшем мире Антарктиды страна, водопад ярко-красный, как кровь, текущая из разреза в леднике. Но откуда такой жуткий цвет? Дело в том, что это место чрезвычайно богато железом, которое попало в воду из-за того, что ледники царапали коренную породу под озером. Когда вода из-под ледникового озера просачивается через трещину в леднике, соленая вода каскадом стекает вниз, по леднику Тейлор в озеро Бонни внизу. Когда богатая железом вода вступает в контакт с воздухом, она ржавеет, оставляя кроваво-красные пятна на льду. Однако цвет кровавого водопада не единственная его странность. Ученые больше интересуются тем, что живет внутри под ледникового озера, а не жутким цветом водопада. Оказывается, миллионы лет назад, когда эти ледники покрывали соленые озера, в воде жили микробы, и эти микробы никуда не делись, хотя сейчас вода представляет собой чрезвычайно соленую, бескислородную чашу, полную тьмы, заглубленную на 400 метров под ледником. 41. Волуны Майраки, Новая Зеландия. Волуны Майраки – одна из самых необычных достопримечательностей Новой Зеландии, расположенная на восточном побережье Южного острова. Эти крутые камни разбросаны по всему пляжу. Каждый валун весит несколько тонн и достигает 2 метров в высоту. Детальный анализ мелкозернистой породы с использованием оптической минералогии, рентгеновской кристаллографии и электронного микрозонда определил, что валуны состоят из ила и глины, сцементированных кальцитом. Степень цементации колеблется от относительно слабой, внутри валуна да довольно твердой на его внешнем крае. Внешние края более крупных валунов состоят на 10-20% из кальцита, потому что кальцит не только плотно цементирует илы глину, но и в значительной степени замещает их. 42. Панда Аспенгроув, Юта. Хотя это может показаться обычной рощей, это не сотни деревьев. Даже не десятки. Осиновая роща панда состоит, всего из одной колонии, естественно клонированных мужских деревьев осины дрожащей и представляет собой самый большой живой организм на Земле. Другими словами, панда это клон осины, который произошел от одного семени и распространяется, выпуская новые побеги из расширяющейся корневой системы. Панда считается самым большим и плотным организмом, когда-либо найденным, и состоит из более чем 40 тысяч отдельных деревьев. Точный возраст клона и его корневой системы трудно подсчитать, но по оценкам, он происходит с конца последнего ледникового периода. Впервые он был обнаружен исследователями в 1970-х годах, а совсем недавно подтвержден генетиками. Его массивные размеры, вес и доисторический возраст снискали ему всемирную известность. 43. Бесконечная волна, Бразилия. Паророка это волна, которая бежит вдоль берега Амазонки на протяжении 800 километров. Обычно она высотой от 3 до 4 метров. Самая длинная волна мира приходит дважды в год, в феврале или марте, когда приливы Атлантического океана достигают устья Амазонки. Бразильский серфингист поставил рекорд, проехав на своей доске за 37 минут 13 километров. 44. Вулканическая молния. Как следует из названия, вулканическая молния это гроза, возникающая во время извержения вулкана. Хотя это сложно исследовать, есть несколько теорий относительно того, почему это происходит. Одна из наиболее популярных объясняет появление молнии тем, что пепел от извержения создает такое сильное трение, что накапливается статическое электричество. Ученые предполагают, что генерирование электрических зарядов происходит в процессе столкновения в вулканическом шлейфе сгущенных вулканических газов и золы. Последний раз вулканическая молния наблюдалась во время извержения вулкана Кальбука в Чили. 45. Бирюзовые ледяные глыбы, Россия. Большую часть года Байкал выглядит, как обычное озеро. Однако в зимние месяцы при минусовых температурах оно превращается в волшебную картину с кристаллами льда бирюзового цвета, выступающими из замерзшей поверхности. Из-за прозрачности воды ледяные глыбы приобретают бирюзовый оттенок, когда на них падает солнечный свет. При низких температурах зимой озеро образует ледяную поверхность, толщина которой может достигать двух метров. Согласно Petapixel, бирюзовые глыбы льда, похожие на драгоценные камни, образуются, когда поверхность озера не замерзает равномерно. 46. Снежные дымоходы, Антарктида. Хотя Антарктида покрыта толстыми ледяными щитами, это также один из самых вулканически активных регионов на Земле, согласно НАСА. Эти потрясающие снежные столбы возникают в результате того, что жар внутри вулкана борется с холодом снаружи. Высота пара при этом составляет около 18 метров. Такое можно увидеть только в Антарктиде. 47. Падающие звезды. Метеоры, или крошечные камни, проникающие в атмосферу Земли, выглядят как падающие звезды. Частицы горят и нагреваются, когда вы видите свет. 48. Газовый кратер Дарваза, Туркменистан. Дарваза, также известный как Врата Ада, представляет собой горящее месторождение природного газа, обрушившееся в пещеру. Он горит непрерывно уже более 48 лет. Как образовался и загорелся кратер, остается неизвестным. Некоторые местные геологи утверждают, что обрушение кратера произошло в 1960-х годах. Его подожгли только в 1980-х годах, чтобы предотвратить выброс ядовитых газов. Другие говорят, что это место было пробурено советскими инженерами в 1971 году, как нефтяное месторождение, которое обрушилось в течение нескольких дней, образовав кратер. Инженеры решили поджечь воронку, чтобы предотвратить выброс ядовитых газов, но недооценили объем газа. 49. Биалюминесцентный берег, Мальдивы. Опять же, это может показаться волшебным и потусторонним, но биалюминесцентный фитопланктон на самом деле создает такой вид на звездный берег. 50. Зеленая вспышка на закате. Здесь поистине эфемерное чудо моргнешь и пропустишь. И хотя мы привыкли видеть оранжевые и фиолетовые закаты, увидеть эту зеленую красоту, безусловно, будет удовольствием. Это вызвано преломлением солнечного света в атмосфере. Зеленый луч – редкое оптическое явление, вспышка зеленого света, в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом, обычно морским, или появление его из-за горизонта. Продолжительность зеленого луча всего несколько секунд. При исключительно высокой прозрачности воздуха последний луч может быть зелено-голубым и даже голубым. Подобное явление наблюдается исключительно редко. Про знаменитый зеленый луч с давних времен существует немало легенд о счастье. У многих народов мира существует предание, согласно которому, если кто увидит на закате солнце зеленый луч, то обретет навеки счастливую и богатую судьбу, радость и счастье. 51. Водяной смерч. Водяные смерчи – это торнадо, которые образуются над водой или перемещаются с суши на воду. Они имеют те же характеристики, что и наземные торнадо. Если вы когда-нибудь увидите этот зловещий вид за окном, прячьтесь. Это явный признак того, что надвигается торнадо. 52. Водовороты. Водовороты образуются при столкновении противоположных течений. Самые сильные водовороты образуются в неглубоких, быстротекущих, узких проливах или у основания водопадов, но скорость водоворота как правило невысока, тем не менее лучше не испытывать судьбу и держаться от них подальше. В случае же попадания в водоворот вы не должны двигаться в том же направлении, что и поток воды, и должны стремиться к внешнему краю, а не к центру. Находясь в лодке или каяке, старайтесь, чтобы лодка не наполнялась водой. 53. Солнечное гало. Такие световые орелы возникают, когда свет солнца, отражается от кристаллов льда в перистых облаках, которые образуются на высоте 6000 метров и похожи на вытянутые в небе нити и лучи. Когда солнечные лучи попадают на льдинки в облаках, кристаллы преломляют их, образуя дугу вокруг солнца. 54. Три солнца. Это один из видов солнечного гало, которое еще называют три солнца. При этом световом явлении рядом со светилом, появляются участки солнечного света, похожие на маленькие ложные звезды. Еще одно наименование этого явления солнца с ушами или паргелий. На экране вы можете наблюдать самое распространенное тройное гало, где два радужных солнечных пятна располагаются справа и слева от светила под углом 22 градуса. Вот это же Голов Челябинский. 55. Пояс Венеры. Это явление можно увидеть перед восходом солнца или сразу после заката. Когда на улице сумерки и уровень горизонта становится бесцветным, темным или черным, над ним может быть видна розовая полоса. И да, название явления не имеет ничего общего с одноименной планетой. Розовая полоса в небе названа в честь пояса, который, по преданию, носила греческая богиня Афродита, римский аналог богини Венеры. 56. Молния Спрайт. Красная молния возникает высоко в атмосфере, в мезосфере и термосфере. На самом деле это разряд холодной плазмы. Бьет молния лишь около 100 миллисекунд на высоте, от 50 до 130 километров. Для сравнения, обычные молнии образуются, обычно не выше 16 километров, километров. Именно из-за этого за этим явлением тяжело наблюдать. Спрайты, как и обычные молнии, возникают в результате накопления электрического заряда в облаках, но избыточный заряд высвобождается в аносферу, а не идет на Землю. Молнии из плазмы могут иметь различные формы, напоминающие медузу и даже морковь. Кстати, в сравнении с обычной вспышкой молнии, они могут быть огромными по размеру, достигая в длину до 60 километров и до 100 километров в диаметре. 57. Двойная радуга. Возникает из-за того, что свет дважды преломляется и отражается от капель воды, дождя или тумана. Чаще всего в природе мы наблюдаем одинарную радугу, когда свет отражается от капель воды один раз. Но иногда в небе, можно увидеть рядом еще одну радугу из-за того, что свет отразился в каплях воды два раза. И еще один занимательный факт, ключевой особенностью двойной радуги является то, что последовательность цветов во второй радуге перевернутая. В первой от внешнего края, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а во второй снаружи фиолетовый, внутри красный. 58. Туманная белая радуга. Еще один вид радуги, возникающий из-за очень маленьких капелек тумана, которые преломляют и рассеивают солнечный свет. Иногда внутренняя сторона туманной радуги может иметь фиолетовый цвет, а внешнее быть оранжевой. 59. Шаровые молнии. Каждый из нас наблюдал обычную линейную молнию, которую сопровождает гром. Однако далеко не так часто можно встретить шаровую молнию или огненный шар. Весьма редкое явление, в среднем, на тысячу обычных молний выпадает всего около двух-трех шаровых. Шар, цветом от желтого до алого, парит в воздухе несколько секунд по беспорядочной траектории и исчезает. Феномен шаровой молнии до сих не полностью изучен. Бывает, что такие гости появляются в домах или самолетах. Назвать точную причину возникновения, и дать характеристику этому явлению, ученые до сих пор так и не смогли. 60. Волнистые облака Эсперитес. Необычные, и даже пугающие, на вид волнообразные облака настолько редки, что вплоть до 2015 года они не были включены в международную классификацию облаков. Так что увидеть их вживую большое везение. 61. Фотоморгана. Редкое оптическое явление, разновидность атмосферного миража, образующегося из-за разности в температурах в разных слоях атмосферы, в результате чего в воздухе формируются разные слои. Они преломляют и отражают солнечный свет, который искажает объекты на горизонте. В итоге одни световые волны проходят по одному пути, а другие по иной траектории, что ведет к наложению изображений. Фотоморгану можно увидеть на суше или на море, в полярных регионах или в пустынях. Это может быть практически любой удаленный объект, включая лодки, корабли, острова и береговую линию. Вот живой пример, как в Сочи круизный лайнер взмыл в небо. 62. Серебристые облака. Их еще называют ночными светящимися облаками. Это довольно редкое образование в небе, которое можно увидеть только в летние месяцы. Эффект возникает в мезосфере на высоте 76-85 км. Кстати, эти облака являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты. Они обычно появляются примерно в то же время, что и самые яркие звезды на небосводе, и чаще всего имеют голубоватый или серебристый цвет. Их можно увидеть только на широтах между 45 градусами и 80 градусов северной широты в северном полушарии и на эквивалентных широтах в южном полушарии. 63. Глория или Бракенский призрак. Интересное и странное атмосферное явление, которое прозвали горным призраком. Появляется на поверхности облаков и в тумане. Странная тень, похожая на призрак в тумане, иногда еще окантована цветовыми кругами. Мало того, людям может казаться, что тень шевелится, из-за движения атмосферы и колебаний плотности тумана или облака. На самом деле вы видите свою собственную тень, отбрасываемую на поверхность тумана, окруженную орелом света. В этом случае солнце должно быть позади вас. Явление образуется в горном тумане, или при сильной облачности в горах, иногда его можно наблюдать с борта самолета. Вот явление, которое видно из окна самолета. Автор этого фото, сделал этот снимок Бракенского призрака из самолета, 7 мая 2019 года, пролетая над Индией. 64. Стив. Атмосферное явление, представляющее собой световую полосу в небе, как правило в виде ленты фиолетового цвета, с зелеными всполохами. Увидеть Стив можно с марта, по сентябрь в северном полушарии. Кстати, это новое природное явление, открытое совсем недавно в 2017 году. Свечение это плазма, которая появляется в горячем газе. Так что не нужно этот эффект путать с полярным сиянием. 65. Облака, неустойчивость. Кельвина Гельмгольца. Когда два облака разной плотности, обладающие различными скоростями, сталкиваются, образуются гребни волн, похожие нарисованные мультяшные карикатуры на штормовое море. Такое явление называется неустойчивостью Кельвина Гельмгольца. Она возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды, имеют достаточную разность скоростей. Более простыми словами, такие облака можно наблюдать при условии, что более легкое, а значит, менее плотная часть, поднялась в верхний слой облака, в то время как ее более плотная составляющая расположена внизу, и движется с меньшей скоростью. 66. Видимый на небосклоне Сатурн. Время от времени Сатурна становится ближе друг к другу благодаря эллиптическим орбитам этих небесных тел. Как и все внешние планеты, Сатурн доступен для наблюдения на ночном небосводе в период противостояния. Противостояние Сатурна происходит ежегодно, с небольшим смещением в две недели относительно прошлогодней даты. В этом году планету можно было увидеть невооруженным глазом во второй половине июля, для чего было достаточно просто посмотреть, на наименее яркие звезды на юго-востоке. 67. Суперлуния. Так же как и с Сатурном, когда Луна приближается к Земле на наименьшее расстояние, то есть достигает своего перигея, она становится больше привычного размера. Это называется суперлуния. Правда при этом должно совпасть еще несколько параметров, с перигеем должно совпасть полнолуние и новолуние. Интересно, что всего через две недели Луна отдаляется на максимальное расстояние Апогея, равное 405 400 километрам. 68. Звездопад Персеиды. Ежегодно в августе со стороны созвездия Персея появляется метеорный поток, получивший название Персеиды. Обычно метеоритная бомбардировка начинается в августе. В среднем на небосводе можно увидеть до 60 падающих звезд в час. Красивое зрелище, которое стоит увидеть хотя бы один раз в жизни. 69. Альбиера двойная звездная система. Две яркие звезды в голове созвездия Лебедя, расположенные в так называемом Северном Кресте, считаются двойной звездой, бинарной системой. Яркий дуэт можно увидеть невооруженным глазом, а если посмотреть в телескоп, то одна из звезд будет ярко-желтой, а другая ярко-синей. Ученые до сих пор не пришли к окончательному выводу, точно ли эти звезды являются бинарной системой, или это так называемая оптическая двойная система. Это важно для понимания, влияют ли физически две звезды друг на друга или нет, могут ли две звезды вращаться вокруг единого центра масс или нет и как произошло уравновешивание, если все же будет окончательно доказано, что это бинарная система. 70. Вешалка на небосводе. На небосводе можно увидеть так называемую вешалку, также известную как скопление Броки, по имени астронома, впервые нанешивая ее на карту. Вешалка состоит из шести звезд, расположенных в линию, это перекладина, еще четыре звезды изгибаются в виде крючка, простирается на ночном небе в длину, почти вдвое превышающую диаметр полной Луны. Невооруженным глазом этот участок отыскать не так уж и легко, но вооружившись даже простейшим биноклем, обнаружить созвездие можно запросто. Главное знать, куда смотреть. 71. Катящиеся, или воловые облака. Эти надвигающиеся гигантские трубы или волы образуются, когда холодные воздушные фронты сталкиваются с теплыми порывами воздуха. Этот тип облаков чаще всего формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления у земли, ливнями и грозами. Воловые облака образуются на высоте от 100 до 2000 метров. Самая редкая разновидность воловых облаков – утренняя Глория, часто наблюдаемая в Австралии, а ее длина составляет около 1000 километров. 72. Манхэттенхендж. Каждое лето, в два особых дня мая и июля, и дважды зимой, в декабре и январе, совпадая с периодом летнего солнцестояния, солнце идеально выстраивается вдоль улиц Манхэттена, проложенных с востока на запад. Явление заключается в том, что заходящее или восходящее солнце, доступно для наблюдения с поперечных улиц Манхэттена. Ровные заходы и восходы происходят 28 или 29 мая и 12 или 13 июля. Закат, а также приблизительно 5 декабря и 8 января, восход, за равное количество дней от солнцестояний. 73. Ледяной каньон в Гренландии. В Гренландии раскинулась настоящая ледяная долина, которая была размыта водой из-за таяния древних ледников и снега. Глубина воды в реке может достигать 50 метров. Холодная красота. 74. Кривой лес в Польше. Чудо-роща находится недалеко от деревни Новичарного в западно-поморском воеводстве. Она насчитывает около 100 сосен, каждая из которых имеет уникальную форму. По предположениям ученых, деревья были высажены в 1939 году. Но до сих пор неясно, является ли деформация стволов естественной. 75. Щелочное озеро на трон в Танзании. Так называется соленое озеро, расположенное в северной Танзании. Корка щелочной соли на поверхности озера, иногда окрашивается в розовый цвет особыми микроорганизмами. Но на этом особенности водоема не заканчиваются, он фактически превращает животных в камни. Фотограф Ник Бранд, который первый обнаружил погибших существ, предположил, что поверхность озера, похожая на зеркало, сбивает птиц с толку, заставляя врезаться в озеро. А потом сода и соль, содержащиеся в воде, кальцифицируют тело, отчего животные выглядят будто живые. 76. Огненный водопад в Ясемицком национальном парке, США. Перед вами водопад высотой 650 метров под названием «Лошадиный хвост». А огонь – это оранжевые лучи заходящего солнца, которые отражаются в воде и делают ее похожей на лаву. Все это образует одно из самых известных чудес природы – огненный водопад. Поистине завораживающий пейзаж можно увидеть нечасто лишь несколько дней в феврале. 77. Подводный водопад в Индийском океане. Природная аномалия находится у берегов полуострова Ле Морн-Брабан, ниже уровня воды, поэтому водопад практически невозможно увидеть невооруженным глазом. Высота его каскадов может достигать 3500 метров, что почти в 4 раза выше Анхеля – самого большого водопада в мире. Каждую секунду с рифов льется около 5 миллиардов литров морской воды. Это все равно, что за секунду вылить 25 рек, похожих на Амазонку. 78. Самое необычное природное явление в мире – огненный смерч. Одним из самых необычных, и вместе с тем, смертоносным явлением является огненный смерч. Это процесс в атмосфере, когда несколько разрозненных очагов возгорания объединяются в один мощный смерч. При этом, воздушные массы над смерчем нагреваются и становятся менее плотными, что позволяет огненной стихии подниматься вверх, сжигая все на своем пути. В высоту смерч может достигать около 5 километров. Напор раскаленного воздуха достигает ураганных скоростей, а температура возрастает до 1000 градусов по Цельсию. Все в округе засасывает огонь. К счастью, явление это довольно редкое. Однако каждое появление огненного смерча осталось в аналах истории. Это и Великий Лондонский пожар 1666 года, пожар в Москве в 1812 году, Великий Чикагский пожар 1871 года и другие ужасные случаи буйства огненной стихии. 79. В самом начале лета в Японии начинается сезон танцующих светлячков. Давным-давно грациозными полетами насекомых могли любоваться только вельможи, зато теперь это можем сделать и мы. 80. Кровавый дождь в Кирале. 25 июля 2001 года на территории Южного Индийского штата прошел дождь красного цвета. Никто не знает точной причины этого странного метеорологического явления, однако исследователи предполагают, что дело в красных частицах, которые находились в дождевой воде в виде суспензии. Цветные осадки продолжили выпадать до сентября. Кровавая вода обычно лилась с неба, относительно недолго, и часто выпадала пятнами. Загрязненную воду собирали во многих местах. Исследования показали, что на литр воды приходилось около 0,1 грамма твердых частиц. Местное население было весьма встревожено. Кровавые дожди ничего хорошего не предвещают. 81. Озера, которые меняют цвет. Если посмотреть на фотографию со спутника, то можно увидеть три кратерных озера вулкана, Келемуту в Индонезии, которые обладают необычными свойствами. Они меняют цвет, независимо друг от друга. Палитра варьируется от бирюзового до черного цветов. И каждый раз поднимаясь на вулкан, вряд ли кто-нибудь сможет угадать, каких цветов будут водоемы. Геологи считают, что смена цвета происходит в результате химических реакций минеральных веществ в воде с вулканическим газом. 82. Пляж Папокалеа. Вы только посмотрите, что творится на этом гавайском пляже. Весь песок позеленел. На самом деле в песке содержится большое количество полудрагоценного минерала хризолита. 83. Паровые башни, Исландия. Область вокруг Хвивира чрезвычайно активна. Призрачные башни из пара поднимаются из горячих промоин в болотах и на поверхности земли. В сочетании с северным сиянием, эти столбы пара выглядят на удивление сюрреалистично. 84. Подводный лес в озере Каинды в Казахстане. Озеро образовалось после землетрясения, и старые деревья теперь как будто вырастают из воды. 85. Брайникл, палец смерти. Мы привыкли видеть сосульки, свисающие с крыш. Однако в Арктике есть особые сосульки, которые висят под водой и несут смертельную опасность для обитателей океанского дна. Это явление было обнаружено почти 30 лет назад, однако заснять процесс его рождения удалось только в 2011 году команде канала BBC. Образование этой незаурядной сосульки легко объясняется наукой. Соленая морская вода замерзает несколько иначе и превращается не в ледяную твердь, а во что-то похожие на пористую мокрую мочалку. Айсберги буквально пронизаны небольшими каналами, заполненными соленой водой. В северных широтах температура воздуха на поверхности может быть минус 20 градусов по Цельсию, температура же воды значительно выше около минус 2 градусов. Тепло от океанической воды поднимается вверх и потапливает айсберг, образуя новый лед. Соль из этого льда концентрируется в насыщенный солевой раствор и выходит через мелкие каналы в океан. Плотность рассола выше, а температура ниже, поэтому он устремляется ко дну непрерывным потоком и замораживает вокруг себя морскую воду. За несколько часов поток покрывается тонкой ледяной коркой, внешне напоминающей сталактит. Достигнув дна, палец смерти не останавливается, а продолжает распространяться по дну. За 15 минут такая структура способна уничтожить все неспешные живые организмы на площади в несколько метров. Именно за это роковую сосульку и назвали ледяным пальцем смерти. 86. Миграция красных крабов, остров Рождества. Красные земляные крабы по праву считаются изюминкой острова Рождества, который находится в Индийском океане, близ Австралии. Численность крабов на этом острове достигает 120 миллионов. Красные крабы живут только на суше. Но во время сезонных миграций, обычно это около 10 дней, миллионы земляных крабов отправляются к побережью, чтобы отметать икру. В этот период остров превращается в огненные потоки, а движение транспорта на дорогах сводится к минимуму и даже прекращается. Это удивительное зрелище, привлекает внимание экологов и фотографов со всего мира. 87. Круги под водой, Япония. Мистические подводные круги на дне океана, на самом деле имеют вполне приземленное предназначение. Узоры на песчаном дне, рисуют самцы рыбы фугу для того, чтобы привлечь самок. Иглобрюхи и рыбки день и ночь, трудятся для создания потрясающих подводных скульптур. Делают они это при помощи всего лишь одного плавника. Самка рыбы фугу выбирает того самца, чьи бороздки на песке глубже, а хребты выше. И не зря, потому что высокие песчаные хребты препятствуют тому, чтобы яйца рыб не унесло течением. Впервые песчаные круги увидел японский фотограф Йоджи Аката, который при помощи камер решил заснять эти удивительные орнаменты и поделиться с миром своей находкой. 88. Деревья коконы, Пакистан. В результате наводнения в Пакистане, можно наблюдать следующую картину. Тысячи деревьев стали похожи на огромные коконы. Самое серьезное наводнение в этой стране, за последние 80 лет, спровоцировало появление на деревьях большого количества пауков, для которых эти растения стали единственным убежищем от потопа. Пауки так заплели кроны деревьев, что последние чуть не погибли от нехватки света. Но во всем есть свои плюсы пауки, истребили в регионе почти всех комаров-разносчиков малярии, чем очень порадовали местных жителей. 89. Магнитный холм. Высоко в Гималайских горах есть провинция Ладакх, древнее горное княжество, через которое проходила дорога в Тибет. Большую часть года Ладакх отрезан от окружающего мира, так как перевалы заносят снегом, и с ним возможно только авиасообщение. Именно там, неподалеку от столицы, города Ле, находится знаменитая аномалия Магнитный холм, который на самом деле представляет собой отрезок шоссе Швиногар-Ле. Когда едешь по этой трассе, в какой-то момент кажется, что она идет вверх. Однако если поставить машину на нейтраль, ты продолжишь движение вперед, вместо того чтобы катиться назад. Эта иллюзия обусловлена не столько атмосферными искажениями, сколько особенностями окружающего пейзажа. Склоны соседних холмов выгнуты таким образом, что создают иллюзию подъема дороги, хотя на самом деле она направляется вниз. 90. Ложный закат, эффект новой Земли. Это явление наблюдается исключительно в Арктике или Антарктике, поэтому не упоминается нигде, кроме эпоса белых медведей и народных песней пингвинов. Оно заключается в том, что Солнце иногда появляется на горизонте, гораздо раньше, чем должно появиться, и выглядит как полоса или прямоугольник. При этом за полярным кругом раньше это неделя, а то и две до положенного срока, что конечно не может не радовать, даже если это не настоящее Солнце, а всего лишь его отражение из-за горизонта в инверсионных слоях атмосферы. Эффект впервые был открыт экспедиции Баренца на Новую Землю. Группу даже обвинили в просчетах и неаккуратности ведения дневников из-за этого явления. По сути сам, единственный оставшийся в живых член экспедиции рассказывает, что видел квадратное Солнце за две недели до окончания полярной ночи. Лишь в конце 20 века эффект был признан учеными, и получил научное объяснение. На этом я бы хотел закончить это видео, с 90 удивительными природными явлениями, в которые трудно поверить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, прибрежная капучино. Море может превратиться в пену, в любой части планеты, однако чаще всего это происходит в Южном полушарии. За несколько минут все побережье, дома и шезлонги исчезают во внезапно появившейся пене, которая медленно растворяется на песке. Для появления пены в морской воде должно быть большое скопление водорослей, соли и некоторых отходов. Эти составляющие выступают как поверхностно-активные вещества, вроде шампуня в вашей ванной, и снижают поверхностное натяжение, на границе раздела воды и воздуха. Ну а сильным течением и ветру ничего не стоит взбить все ингредиенты, в обильную пену, и вынести ее навстречу ошарашенным купающимся, пока пенообразование бывает лишь изредка. А вот с дальнейшим загрязнением океана, оно может приобрести постоянный характер. Вот такими у нас получились 90 удивительных природных явлений, в которые трудно поверить. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.